Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Михаил Апросовский. И сегодня мы продолжим разговор о том, как научиться воспринимать религиозную речь на слух. И поговорим в частности о том, какие проблемы возникают, в чем причина, почему так трудно нам понимать на слух английский язык, причем даже то, что мы в общем-то знаем, когда текст, который мы в написанном виде прекрасно понимаем, а вот когда мы его слышим, то понимаем гораздо хуже. В чем причина? Тут есть целый ряд факторов, я их называл факторы, которые осложняют нам жизнь. И первый из них это то, что темп речи в английском языке в полтора раза выше, чем в русском. Поэтому мы привыкли к более неспешной речи, и за англичанами, за англоговорящими собеседниками не всегда можем угнаться. Наше восприятие не может угнаться. Второй фактор это то, что наш речевой аппарат приучен всем своим предыдущим жизненным опытом к русскому языку. И наш речевой аппарат некоторые, на самом деле многие звуки английского языка не способен воспроизвести. Ну хорошо, это речь, а при чем здесь слух? Так вот, что уже совершенно не очевидно, но тем не менее доказано экспериментально, что есть прямая связь между тем, какие звуки мы можем воспроизводить, и тем, как мы эти же самые звуки, насколько хорошо мы их умеем воспринимать. Связь на нейронном уровне. Вот если кому интересно, есть такой исследователь Дэвид Острич, или Острих, видимо Острих, судя по тому, что он немецкого происхождения. У него есть целый ряд научных работ на эту тему. Он изучал то, как улучшается восприятие на слух людей, которых в процессе эксперимента заставляли артикулировать, то есть проговаривать определенные звуки, и как от этого улучшалась способность этих испытуемых эти же самые звуки понимать, распознавать, когда им давали прослушать там последовательность звуков. То есть то, что мы умеем воспроизвести, то, что мы умеем сказать, произнести, то мы умеем и воспринимать на слух лучше. Соответственно, неумение приводит к трудностям в распознании. Так, соответственно, продолжаем. Совершенствование произношения – это не некая блажь. То есть иногда воспринимают люди, нацеленные на сугубо практический аспект, которым сам по себе язык изучается ради какой-то прикладной цели, а не ради чистого искусства. Они говорят, а зачем мне произношение? Понимают меня и достаточно. И произношением занимаются, то есть не занимаются, оставляют самые грубые русские соответствия и идут дальше. Так можно делать, но стоит помнить, что совершенствование произношения – это один из способов улучшить еще и восприятие на слух. Помимо того, что всегда приятно, когда собеседник не морщится, когда слышит ваш английский, а наоборот, помимо этого есть еще и вполне конкретный результат. Хорошее произношение равно хорошее восприятие устной речи. Третий фактор – это то, что, как в старой шутке, по-английски написано «Манчестер», а читается «Ливерпуль». Очень большая разница между тем, что написано, и тем, как это произносится. Теперь, когда мы читаем, даже если мы читаем про себя, то есть не говорим слух, все равно мы как-то про себя слово произносим. Так уж нас учили, мало кто владеет техникой скорочтения, когда нет проговаривания. А в основном мы все-таки как-то мысленно проговариваем, как умеем. Мы не знаем правила чтения, допустим, можем ошибаться. И мы формируем из себя в голове, вот глядя на напечатанное слово, у нас в голове формируется какой-то аудиообраз. Мы как-то это слово для себя, оно у нас как-то звучит в голове. И чаще всего у начинающих оно звучит неправильно. Вот так как они прочитали, так как им кажется, что оно должно читаться. Поэтому, когда они слышат это же слово, как оно произносится на самом деле, у них нету контакта, у них нету опознавания. Они слышат одно, а привыкли для себя в голове как бы слышать другое. Нет узнавания, нет понимания на слух. Например, я специально подобрал тут несколько слов, которые вообще не похожи на то, как их хочется прочитать. Например, полковник, который вот здесь как бы колонель, так или иначе, на самом деле он читается как кернел. И услышав кернел, человек не соотнесет это с тем, что он видел вот в таком написании. Соответственно, психология читается как psychology. И вот это пи, которое есть на письме, оно никак не произносится, его там нету. Читается как psychology. Аудиальный мы привыкли произносить ау. У нас есть а и есть у. Мы эти же самые буквы на письме видим. Аудиал. А читается как audio. Соответственно, тоже нету эффекта узнавания. Пишется совсем не так, как произносится, не совсем не так, как мы себе представляли, что оно должно бы. Тоже осложняет нам жизнь. И мы дошли до главной причины. То есть все предыдущее это были такие маленькие, правильные, но, так сказать, второстепенные, в общем-то, вещи. А вот главное. Дело в том, что восприятие, любое восприятие, как слуховое, так и визуальное, это не просто пассивный акт. Здесь какой-то сигнал, он поступил, его восприняли там глаза, уши, чем мы там воспринимаем. И потом мозг его как-то разбирает и анализирует. Нет, происходит не так. Так, мозг по ходу восприятия пытается предугадать, что будет дальше. И к возрасту, когда, к младшему школьному возрасту, мы уже очень неплохо с этим справляемся. Мы уже научились это делать. Поэтому восприятие, как слуховое, так и визуальное, оно, это переработка поступающих сигналов, плюс постоянное, неосознанное создание и тестирование гипотез, что будет дальше. Это все происходит, понятное дело, на бессознательном уровне. Мы, человек, сам пытается догадаться. Но, тем не менее, процесс идет, и это именно попытка предсказать, что будет. Потом контроль, правильно предсказали или неправильно, и дальше попытка предсказать, что будет. Поэтому очень это нам позволяет, в частности, воспринимать на слух, скажем, на родном языке, речь плохого качества, сбивчивую, быструю, невнятную, шепелявую. Почему? Потому что мы не просто анализируем поступающий input, поступающие сигналы, а мы активно пытаемся предугадать, и очень часто нам это удается. То есть, ну, бывает уж совсем кошмар, когда во рту у Саши каша. Но обычно нам удается понимать, несмотря на всякие дефекты, поскольку мы допридумываем услышанное, опираясь на контекст, то есть, какой, какие-то сигналы, как то, что мы услышали, мы из, наш мозг из этого, выстраивает некий контекст, и на его основе пытается предугадать. Когда мы слышим иностранную речь, этот процесс не работает. Если в мозгу нет такой программы, она есть для родного языка, а для иностранного нет. И мы не можем догадаться, что последует, что будет дальше, какой будет следующий звук, следующее слово. Ну, обычно речь идет о звуках, о фонемах. Поэтому, когда человек слушает, начинающий слушает иностранную речь, он вынужден действительно слушать только то, что ему говорят. Его мозг не умеет догадываться, не умеет заполнять пробелы и помехи. Кстати, в родном языке тоже. Попробуйте ради эксперимента сказать в диалоге что-нибудь, что выбивается из контекста. Собеседник, скорее всего, вас либо переспросят, либо просто проигнорируют. То есть, пропустят мимо ушей. Рассказывают такой анекдот, ну, не анекдот, а как бы такую байку про Теодора Рузвельта, да, по-моему, Теодора Рузвельта, что он однажды на приеме, когда его разозлило, что никто не обращает внимания, никто не слушает, что он говорит. Он вместо приветствия или сразу после приветствия говорил гостям такую фразу. Я сегодня утром убил свою бабушку. И это сразу привлекало внимание собеседника. Что-что? Это не то, что человек ожидал услышать. Некоторые вообще не слышали. Некоторые мозг реконструировал то, что он ожидал реконструировать, и люди просто игнорировали то, что им сказал Рузвельт. Они слышали то, что должны были слышать. Видимо, какую-то фразу вежливости. Это как раз пример вот именно работы вот этого вот механизма попытки предвидеть, что будет сказано. Когда вы сознательно вырубаете и говорите не то, что человек ожидает сказать неосознанно, вы тем самым сразу, это отличный способ привлечь внимание, отличный способ выдернуть человека из его транса, такого мечтательного состояния, и вы рискуете, что вас просто не услышат или не поймут. Услышат что-то свое. Мозг додумает, что он должен додумать. В иностранном языке, как я уже сказал, такой программы нет. И мозг просто анализирует поступающий сигнал. Если сигналы некорректны, если там есть пробел, если человек картавит, шепелявит, проглатывает звуки, а в обычной речи мы именно так и говорим с вами, возникает проблема с пониманием. Поэтому начинающие могут понимать только медленную, разборчивую речь, учебную, специально начитанную. Вот именно поэтому, в силу этого фактора. Как справиться со всеми этими проблемами? Есть целый ряд техник, не знаю, техник, приемов, стратегика, хотите называйте. Tips, то, что называется английском. Tips for Better Listening Comprehension. Подробнее об этом мы поговорим в следующий раз. Но вот одна фишка уже прозвучала, это связано со совершенствованием произношения. Improve your pronunciation. Работайте над произношением, а посредованно вы будете улучшать и свое умение воспринимать английский язык на слух. Вообще, по большому счету, работайте над произношением того иностранного языка, который вы изучаете, и начнете лучше его понимать ушами. Вот и все на сегодня. Спасибо за внимание. И до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok